Всех приветствую на канале Криптобизнес. Сегодня я рассматриваю интересный проект UseChain. Это первый зеркальный блокчейн нового поколения. Итак, что же представляет собой UseChain? Это уникальная платформа, в основе которой лежит технология блокчейн, которая предназначена для идентификации личности человека и привязки этих данных к различным сервисам. Это могут быть кошельки для хранения криптовалют, различные приложения, услуги страхования и различные банковские услуги. Ну и многое другое. Проект UseChain представляет собой разработку первой в мире зеркальной блокчейн-системы, которая улучшает использование блочной технологии. Авторы идеи намерены повысить производительность блокчейна за счет обеспечения эффективного управления транзакциями на основе системы идентификации. Ее низкие технические барьеры должны позволить применять ее на массовом рынке. Система проекта UseChain появилась еще в 2016 году. Разработчики не торопились представлять свой проект как новую гениальную идею. Они предпочли не торопясь доработать идею, создать четкий план запуска платформы, а уже потом идти на криптовалютный рынок для продажи своих токенов. Запуск бета-версии UseChain планируется уже в середине 2018 года. Полностью реализовать проект планируют к середине следующего года. Если выделить основные функции проекта в двух словах, то это будет улучшенная производительность всего аппаратного обеспечения, конфиденциальность личности, система идентификации в граничной форме и поддержка высшей школы бизнеса. UseChain нацелен на возрастание активности применения технологии блокчейн в работе и быту. Это возможно благодаря комфортной платформе. Функционал базируется на выявлении персоны путем соотношения адресов криптовалютного кошелька и реального человека. Ее низкие технические барьеры позволяют использовать ее на массовом рынке. Цель проекта UseChain Над созданием площадки работала команда из высококвалифицированных специалистов, которые специализируются в области криптовалюты. В команду входит 14 человек. Основная задача проекта заключается в полном устранении задержки на этапе разработки на основе технологии блокчейн и в то же время обеспечить баланс между масштабируемостью, безопасностью, а также, что немаловажно, децентрализацией. Так как экосистема блокчейн-проектов стремительно растет и, как утверждают специалисты, в скором времени будет объединять свыше тысячи приложений, то надежная система идентификации и верификации будет необходима для безопасной работы в сетях. Благодаря улучшению экосистемы и поведенческих данных, которые генерируются людьми и событиями, все действия будут прозрачными и в то же время совершенно необратимыми. Далее, это денежные операции на платформе. Платформа обеспечивает разделение между системой идентификации и удостоверением личности на основе доказательства с так называемым нулевым соглашением. Пользователь может купить криптовалютную монету в период предложения криптомонет. Основная задача токенов заключается в предоставлении возможности пользователям площадки принять участие в формировании криптовалютного сообщества. Токен также можно будет использовать с целью вознаграждения сторонников и разработчиков платформы и обеспечения развития экосистемы в целом. Такой подход позволит каждому владельцу системы использовать нужные приложения для продажи и покупки токенов. Применяться US-Chain будет в платежных системах и децентрализованных финансовых приложениях, также в приложениях, построенных на принципе экономики совместного потребления, еще это безопасные IoT-решения, страхование, кредитование, децентрализованные криптовалютные биржи и так далее. В соответствии с предварительным условием того же уровня безопасности для обеспечения конфиденциальности между блок-цепочкой идентификации и анонимной публичной блок-цепочкой, US-Chain может предоставить инфраструктуру с поддержкой DApps, применяемой в различных отраслях посредством MIP и разделения идентификации и проверки подлинности на основе доказательства нулевого знания. В то же время, благодаря многоуровневым нововведениям технологии и структур дизайна. Создатели платформы хотят внедрить новый механизм и алгоритм в доказательство эффективности работы созданной ими площадки и привлечением всего большего числа инвесторов и пользователей площадки. Блокчейн применит многоуровневые методы шифрования, а также аутентификации. Платформа у них будет обладать целым спектром преимуществ. Первое, эта система применит безопасную инфраструктуру, которая будет фокусироваться непосредственно на едином способе сопоставления идентичности, что дает преимущество платформе в сравнении с иными аналогичными в ситуациях, когда требуется обязательное прохождение идентификации личности пользователя. Второе, эта платформа поддерживает возможность участия в ее работе пользователей из любого уголка земного шара. Третье, уменьшает зависимость от хешрейта, что позволяет существенно снизить потребление энергии и экономить вычислительные мощности. И четвертое, платформа использует ресурсы высокого качества с целью развития экосистемы с участием самого сообщества. Это предоставляет возможность объединить несколько приложений и ведущих на сегодняшний день компаний в области криптовалюты. Специалисты считают, что площадка в будущем сможет привлечь к себе достаточно много внимания со стороны пользователей. Впоследствии все участники получат денежное вознаграждение в виде криптовалютной единицы в соответствии со своим вкладом в развитие экосистемы. Авторы проекта создали программу для стимулирования пользователей. Она предусматривает собой некую систему вознаграждения. Ее старт начался 6 мая 2018 года и завершится 16 июня 2018 года. Общее количество выпущенных токенов составляет 20 млрд. Что касается численности токенов для продажи, то данное число составляет 9 млрд токенов. К оплате принимаются эфиры и биткоин. Распределяться выпущенные токены будут следующим образом. На распродажу уйдет 45%, на маркетинг и поддержку партнеров уйдет 5%, также на вознаграждение участников сообщества будет выделено 20%. Что касается поддержки сторонних создателей, то на их долю будет выделено 15%. И команда разработчиков также не останется без внимания и получит в свою сторону также 15%. А собранные деньги будут распределены следующим образом. 1. Зарплата для наемных специалистов будет составлять 35%. 2. На операции расходы отводится 5%. 3. На маркетинг отводится 25% расходов. 4. На советников и консультантов 6%. 5. В резервном фонде остается 20%. 6. На юридическую поддержку выделяют 20%. Ну что, пришло время заключения. В просторах всемирной паутины интернета можно найти много положительной информации со стороны пользователей, которые смогли опробовать площадку и поделиться своим мнением о ней. Пока лишь хорошие отзывы о специфике работы площадки, но специалисты утверждают, что мнение пользователей не изменится, ведь разработчики сделали все безупречно и никаких изъянов на данный момент на бирже не наблюдается. Что касается безопасности аккаунтов клиентов, то благодаря внедренной системе они находятся в полной безопасности, и никакие хакерские атаки не представляют для них никакой опасности. На сегодня это все. С вами был канал Криптобизнес. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, зарабатывайте, инвестируйте вместе с нами. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok